Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Поехали. На посте. Пост в собственном значении означает воздержание в пище, в питье и в удовольствиях. Вот видите, сколько. Вот пища, в питье и в удовольствиях. Иногда воздержание выражается в совершенном неедении, продолжении одного или нескольких дней. Чаще всего неедение мясной и молочной, так называемой скоромной пищи. Это уже потом так было введено. А почему? Потому что сейчас пищи можно, а сейчас нельзя. Да какая разница? Разница большая. Это только разговор один такой. Вот у меня сестра Валентина, она жила в Киргизии, недалеко от Фрунзи. Город Фрунзи, теперь Бишкек, Воронцовка. Ну а корова, отец переехал туда, а корову завел все равно. Молоко там куда ему, доставим отдавал. И вот Валя, она на соседней, на этой же улице живет там Марфа, бабушка, баптистка. И она ей решила дать на страстной неделе. И говорит, баба, ты знаешь, что сейчас страстная? Да знаю, я православная была. Ну, я тебе дам сметаны, там творога, масло, что она молочное ездит. А ты только не ешь, да что, маленькая что ли? Я знаю, это страстная неделя, люди совсем не едят и не пьют. Готовятся к встрече Пасхи. Да нет, нет, нет. Ну Валя говорит, там где-то в среду или что-то дала ей там. Вот так. Потом еще Пасха не наступила, это Марфа встретилась, ей совесть там ищет. Валя, прости меня, не выдержала, я съела все. Съела все. Бабка. Под 80 лет. У меня здесь были пришли, один был приезжал, в лагере был. Все принял как есть. Разговариваем. Но он увидел, что баптизм, это возникло позже. И это не церковь, потому что нет истинного рукоположения. Только один пункт. И понял, что поститься надо, ухватился. А потом я встречаю, он прямо враждебно так смотрит, что? Вот, поститься, я дорога, у меня чуть голова не закружилась, а чуть голова не закружилась, я мог под пояс упасть. Под пояс упасть, в пояс ездить. Ну то есть глупости одни. Это значит, большая разница. В раю уже было сказано воздержание от определенного рода пищи. Отроки в Вавилоне были. Что они ели? Только растительную пищу. А выглядели даже еще лучше. Вот вчера мы были в Покровском соборе. Это вчера 13 марта 2016 года. И здесь у нас был чин прощения в Крестово-Движенской общине РПЦЗ города Барнаула. Ну и нынче тут такая схватка была. Разражались заразой гонители мои. И они все бомбили вокруг. И сейчас еще не останавливаются. Все еще пакостят и пакостят. И не имеет права батюшка служить. И он без благодати. Ну то есть конца края нет. Отрывают наши головы, Надежду Васильевну. И всякую безобразную везде выставляют в интернет. По всему интернету. Секс там это все такое-то. А мне говорят. Ну и знаете там Влада. Надежда Васильевна чем она виновата. То есть ни перед чем не останавливаются. Ну голову приделает какую-нибудь там фигуру. Ну то есть мерзость. А вот что не постятся и не молятся. Я знаю кто это делает. Уже мне прямо сказали. Это как правило, как правило, это люди какое-то вообще имеют отношение к миссионерским отделам. Так называемым, правильно сказать, московской патриархии. Я их называю, кто они. И которые часто исповедуются, часто причащаются. То есть недостойные. Я имею ввиду несчастное причащение, чтобы не было. Они, потому что сорваны все препятствия. Хамство, безобразие. А поп покроют его, найдет. Уже заходит. Уже все, уже причащается. А кто-то с улицы зашел с сумками, с базаром бабка. Она шла мимо, крест увидел, заскочила. Ничего. Он тоже ее накрыл и тут же причащает ее. То есть большего разложения внутри церкви никогда не было. Все правила говорят об отлучении от причащения на десятилетие. Я отвечаю, это злоречие. То есть я ему отвечаю, если хам, я называю хамом. Если безобразник, называю безобразным. И вот вчера подошли. Ну, здесь у нас было. Потом пошли в Покровский собор. Там священники с разных храмов. Больше 30 обычно священников. И митрополит Сергий Иванников. Ну, батюшка пошел пораньше, у него был. И он его как там встретил, он в алтаре, батюшка, оказывается, был. И он его там с распростертыми объятиями и говорит батюшке. Вот хотел бы, как он сказал, хотел бы, что-то такое. Как выбыть. Как бы, а батюшка-то сухонький какой-то. Да и я не думаю, что так уж разница оказывается. Они сами видят эту разницу. Лишний вес бы сбросить надо. Спросил про меня, где Игнать. Он придет, не придет. Он придет здесь, в храме он здесь, он говорит, здесь. Ну и дальше. Я когда подхожу, а враги-то говорили, на него нападали, на митрополита. И все. Пост, все примеряет. Я подошел, а ничего не было. Он не поддался на эти провокации. Они на него, видимо, в патриархию, в Синод жаловали за то, что он с нами в хороших отношениях. Это изверги, которые это делают. Стравлют. Бесовское отродье я называю их. Ничего там есть человеческого, ни божественного, ни православного, ни христианского. Они не молятся и не постятся. Дьявол обуял их. Вот я им всем советую. Я никого не имею еще. Начало поста сегодня, 14 марта 16-го года. Почитайте материал в посте. Вы его в глаза этого материала не видали, не знаете. Вчера я гляжу, там поют в хору с такими животами перед народом. Как пузыри стоят. Ужасно это. Поста-то никакого нет. Я подошел к митрополиту под крестом. А сделали темно. Вообще не светит нигде. Не видно. Друг друга едва видать при свечке. Они снимали, поэтому молодец включил. И он в глаза прям бьет. Это лучший. Он радовался. Прям видно радостный, веселый. Ну что, поститься, дескать, подвиг будем делать. А меня у меня с крестом благословил. Что-то еще спросил. Я не знаю, как пошел. Как дела-то? Да я говорю, да слава Богу-то, здоровье еще-то. Ну, люди напираются крестом. А мы последнее ждем, когда все пройдут. Тогда и мы пошли. Ну, а дальше уже подошел его слушкой и сказал, луч от аппарата бьет в глаза священникам. Смотреть нельзя. Он выключил и в конце только там видно. А я иду в темноте, но по контуру видно, что у всех благословляюсь. Вот. И дальше. С этой точки зрения на языке медицины пост может быть назван периодом диеты. Необходимость воздержания в пище в обуздание чрева вытекает из самого устройства человека, имеющего кроме тела бессмертную душу. Из-за греховной испорченности человеческой природы нарушена гармония между человеческим телом и душой, в результате чего греховные желания тела большей частью берут вверх. А иногда и совсем подавляют к человеке все добрые порывы его души. Вот не знаю, что делать там. Вот бывает то пьет, то что-то. Пост и молитва. Другой вооружение. Сатана обуял человека. Обуял. Ко мне вот заходят. Вот вчера разговор был с одной душой. Она была у сектантов, у писятики. Она не может остановиться говорить. Она говорит, 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 согласно выставить. А потом, видимо, в конце там вздрогнуло. Да не выставляйте только, что я говорил. То есть в полчаса она даже одно слово не дает нигде вставить. Что вот сына там не приняли, а сын сидел там 13 лет, там больше, чуть не 20. Ясное дело, это заносило ли малолетних. Там проговорилось как бы об этом-то. Ну куда это годится? Кто виноват-то? А вот православные, они ей помогают. Я что-то вижу, что вот сектант, а сама везде. Я говорю, никогда не надо ей сидеть на месте. Постись, пойди в храм и прочее. К писятникам свалился. И все виноваты. Все расклад, здоровья нету. Пост и молитва. Плоть твоя. Ты ей распорядись. И скажи, мало ешь, мало пи. Здраво будешь. Она по-поросящи будет визжать. Она не любит плоть этого. Она хочет командовать на душу. А когда смиришься, он как Герман, монах, сказал, Евдокия, святая Евдокия, 14-го как раз. Как раз на сегодняшний день, Евдокия, начало весны. Вот чуть не забыл, у меня сестра старшая, она моложе меня на 3 года. И он ей говорит, ты пастись. Она была блудница, там, знаменитая. Это единственное житинье, где перечисляется богатство человека. Что у ней было, какие подарки дали. Это вообще. Она, говорит, могла соперничать с императором. Не за что, только блудом зарабатывала столько. Она могла перестроить город, разрушенный врагом. И церковь не приняла никуда, сказала, раздай своей рукой. И Герман сказала, ты пять дней не пей не ешь, тебе ангел явится. Ну, кто бы засмеялся, да так врата небесные покажутся открытыми. Пять дней не пить не ешь. Она так и делала, и ангел явился. И дальше у нее пошла какая жизнь. Святая Евдокия. Что сказать, вот весна, когда идет, ну, некоторые люди не знают памятные даты. Вот сегодня четырнадцатая, добавляй восемь, восьмерку, то есть неделя и один день. И будет что, сорок святых. Потом еще добавляй восемь, неделя и еще один день. Восемь дней-то. И что будет, Алексей, Божий человек. Потом еще добавляй восемь, неделя и один день, будет Благовещение. Вот сегодня как бы начало весны, день пищати в советское время был. Сегодня знатное дело. Что? Человек превращается в раба своих гнусных страстей, таким образом становится хуже животного. Обуздать насилие своей физической природы, дать раскрыться и окрепнуть возвышенным стремлением души, возможно, только с помощью поста. Вот почему церковь придает посту такое большое значение и утверждает, что без поста невозможна христианская жизнь. Материалы эти я собрал, уже не в книге к истинному православию. Но брал я отовсюду из брошюр Александра Миллианта, ну то есть из святых отцов, ну везде-везде-везде собирал. Фактически-то моего тут ничего нету. Я ничего не придумаю вообще. Игнатия, толкование, Нового Завета, ни одного слова не толкую. Вообще нигде нет. Это клевета. Я комментарии даю на высказывание Блаженного Феофилакта. Он говорит о чем-то о посте. Ну и приводит Златоуст. А я привожу Серафима Саровского еще и Анна Крошатского. Ну и что я сказал? Он сказал где-то, что не постяться это плохо. Если не поститься сейчас, по канонам на два года отлучается от церкви. Не то, что там причащаться. А сейчас он не постятся, а то первую неделю, последнюю. Ян Ватон говорит, у царя семь дочерей. Ты почти первую, последнюю, остальные я смотреть на вас не хочу. Еще дальше будет. Вот и все. Воздержание в пище своего рода пост был заповедан уже в раю Адаму и Еве, когда они еще находились в безгрешном состоянии бытия 2.17. Через запрещение вкушать плоды дерево познания добра и зла. Тем более пост стал необходимостью после их грехопадения. И поэтому на протяжении всей истории мы видим, как праведные люди строго постились в разные периоды своей жизни. Моисей и Илья в течение 40 дней исход 34-28. Ну ладно, посчитай, где есть. Дело в том, что по 40 дней многие постились. Многие в житиях святых-то. Ну не так, что многие, но не два человека только. Но был человек, который постился 70 дней по Иссе Велике. И поэтому мы ему присвоили такую должность, как будто он из ада может выводить по молитвам даже там совсем безнадежно умерших. Это старобрядцы его любят. Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял пустом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мою. Дальше. Все места, где Даниил, Иоанн, Креститель, Иоанн. Ну все это. Дальше. Рукоположил Самый Иисус Христос. Самый Иисус Христос в течение 40 дней, чтобы приготовить себя к делу спасения мира. Постились и его ученики. Тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их. Отпустили их. А вот это пост и молитва Петров пост. Сегодня Петров пост вообще не имеет никакого назначения сегодня. Просто пост и вся та... Он должен быть для одного, чтобы на благовестие... Вот я за то, чтобы все православные соборы отменил посты, кроме Великого и Среды и Пятницы. Да добровольно, кто хочет, за это не наказывать, чтобы остальные посты. Потому что они уже там в 7-8 веке появились. Но я православный, я выполняю абсолютно точно, должен выполнять. Ну и в тюрьме, где бы ни был, у нас никогда в больнице... Что интересно, Бог располагает как людей. Я уже попутно сказать. В пост мне пришлось лететь в Америку, в Финейр там. Ну она подходит там, стюардесса-то. Подает, я говорю, а нам нельзя, это там сосиски или что-то такое есть. Я говорю, пост есть. По-английски с ней разговариваю. А что можно? Я говорю, растительную пищу. Растительную что? Да я могу и так долететь. Это нет. Я заметил за полет этот от Финляндии до... Это было у нас, кажется... Где-то там было в Вашингтоле, в Нью-Йорке, где-то куда-то он летел. Нью-Йорк, наверное. Вот. Ко всем по два раза подходили. А ко мне четыре раза. И какие-то орехи, какая-то земляника там. Чего только не нашли. И все улыбаются. А у нас все знают, как бы ответили. Она сморщится, у нее и шапочка на голове даже сморщится. Что дали, то и жри. Даже если не скажет, понятно. И вот я в 92-м году был и все еще помню. Что значит пост? Рукоположив жизнь предсвятеров в каждой церкви, они помолились постом и предали их Господу, в которого веровали. Вот все. Рукоположение. Перед дальше. В труде и в изнурении. Часто в бдении, в голоде и жажде. Часто в посте. На стужи в ноготе. Вот так. Христос предсказал о том, что его ученики будут поститься. Они же сказали ему, почему ученики Иоанна постятся часто и молитвы творят. Так же и фарисейские. А твои едят и пьют. Он сказал им, можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених. Но придут дни, когда поднимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Ну, если вот это говорит, когда отнимутся те дни, то есть три дня. Вот католики это поняли, все закрыли. Постов нету. Поэтому с апостольских времен вошло в обычай поститься по средам, когда Иуда предал Христа, и по пятницам, когда Господь Иисус Христос был распят и умер на кресте. То есть среда это для всех предателей, сексотов, сергианцев, которые с властью слепились и предавали своих, почему называю Сталинско-Беревская патриархия. 4 сентября 1943 года они организовали. Скинуть надо эту ярму, эту шкуру, что-то делать, и отречься от этого, и начать что-то по-новому. А так не могут они делать. По этой же причине Великий пост приурочен церковью к дням, предваряющим Страстную неделю. Да. Это 69-е правило апостольское. Тут уже незыблемо. Великий пост и среда и пятница. Строжайше. Бесы и демоны изгоняются только молитвой и постом. Матфея 17.21 Бесы большая часть действуют через нашу плотскую природу. Возбуждая в ней беспорядочные страсти. Чем толкают нас на всевозможные грехи, и таким образом берут контроль над нашей волей. Чтобы освободиться от их влияния, необходимо воздержанием ослаблять плоть и укреплять дух. Конечно, надо поститься ради исправления себя, а не ради людской похвалы, как сказано. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы появиться постящимся пред людьми, но пред отцом твоим, который в тайне. И отец, увидящий тайны, воздаст тебе явно. Наоборот, даже Михаил Аргал, священник, говорит. Ну, бабушки они, что там бабушки? Ну, спокойно, и все это. Но как только пост сделается, говорит, из ангела прямо в ведьму превращается. Ты ко мне не подходи, я пощусь, я сегодня злой. Прямо на лбу написано. Наоборот, если человек постится и молится, у него такое благоговение в душе и везде. Ну, наблюдать надо за собой. Преемники апостолов, святые отцы и учители церковные внушали христианам поститься в Великий Пост. Четыре десятницы не пренебрегайте, пишет святой Игнатий Богоносец. Она составляет подражание жительству Христа. А вот Игнатий Богоносец, предание говорит, это был тот ребенок, который Христос брал, обнимал. Как говорит, таковых и Старство Небесное. Он был второй епископ города Антиохии, кажется, после Петра. Мы постимся... Его львы съели. Вот, вон он у нас, даже айкона есть принесенная была. Это мне, она цветная, специально был архиепископ Гедеон Дагукин. Я говорю, специально для вас достал ее там, купил или как, в Греции. Или на Афоне там. Нет-нет, в Иерусалиме. В Иерусалиме. Дальше. Где? Мы постимся Четыридесятницу по преданию апостольскому, говорит Блаженный Иероним. Чем более дней поста, тем лучше лечение. Чем продолжительнее поприще воздержания, тем обильнее приобретение спасения. Блаженный Августин. Ну, ты ж как. Вот Блаженного Иеронима нашли, что сказал. А теперь Августина. Вот собери это вместе, данное. Пользу поста не ограничивая одним воздержанием в еде, потому что истинный пост есть устранение от злых дел. Разрешай всяксоюз неправды. Прости ближнему оскорбления, прости ему долги. Ты не ешь мясо, но обижаешь брата. Будем проститься постом благоугодным Богом. Истинный пост есть удаление зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, отлучение похоти, злословия, лжи и клятвы преступления. То есть перемирие на фронте наступило. Перемирие, не перемирие. В воздержании от всего есть истинный пост. Василий Великий. Как через невоздержание в наших прародителей мы пали и лишились райского блаженства, так через добровольно принимаемый на себя подвиг поста мы можем возвратить себе потерянное райское блаженство. Ох, как высоко! Испорченная, слабая, сластолюбивая воля влечет к ложному выбору пути. В пост особенно необходимо стараться истребить свою волю. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий правильно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смеряем души свои, а ты не знаешь. Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссоры и распри и для того, чтобы дерзкую рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал, в день, который... В день, который... Томит. Томит. Томит, ну, томит, утомляет душу. Дальше. Ну, ну, считай, считай. Где я вообще потерял это все? Вот оно, вверху, вот оно. Вы не поститесь в так... Таков ли тот пост, который я избрал. В день, который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и постилает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы, неправда, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, разделись голодным хлеб твой, и скитаешь их все бедных, введи в дом. Когда увидишь наговы, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся, тогда откроется, как заря свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. Ох, какой пост! И правда твоя пойдет перед тобой, и слава Господне будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возоперешь, и Он скажет, Вот я! Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить, оскорбительно, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца. Тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет нас насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водой, сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. Ну, то есть, если ты не такой, то явно я понял, что что-то с нами не то делается. Пост помогать, приблизиться к Богу в молитве. И обратил я лице мою Господу к Богу с молитву и молением в посте, и вретище и пепли. Даниил 9.3. Отвращает гнев Божий. Это слово дошло до царя Ниневии. И он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепли, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, ни ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопиели к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, Бог еще милостердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бельстве, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. И вот они постились, все Бог видел, но говорит, увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего. Вот что результат от поста. Не то, что я буду воздерживаться, а поститься не буду, не будет ничего. Во время поста и законные супруги воздерживаются соития. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана о невоздержании вашим. 1 Коринфянам 7.5 Кто постится, не оставив грех, того Бог не слышит. Если они будут поститься, я не услышу вопли их, и если вознесут всесожжение и дар, не приму их, но мечом их голодом и в моровую язву истреблю их. Ереме 4.11 Пост не нужен Богу, а человеку. Скажи всему народу земли сей и священникам так, когда вы постились и плакали в 5 и 7 месяце, при том уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли? Так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою, а ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед отцом твоим, который в тайне, и отец твой видящий тайны воздаст тебе явно. Пост есть Божье установление, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда буду поститься в те дни. Так человек, который постится за грехи свои и опять идет, делает то же самое, кто услышит молитву его, и какую пользу получит от того, что смирялся? В серах 1026. Вот так. И чем более очищается душа, тем сильнее видит свою греховность, и будет непрестанно плакать и поститься. И думаю, уже не возвращаться в город, но оставаться здесь, не есть, не пить, но непрестанно плакать и поститься, доколе не умру. Третье езро. Пост самое лучшее убранство женщин, убранство женщин, уздав от святи лет, охранение супружества, примите пост здоровое, это охрана вашей телесной крепости. Примите пост больные, это матерь здоровья, пост полезен во всякое время, потому что на постящегося не смеют нападать демоны, Василий Великий. Вот так. Пост заповедан самим Богом, ибо в пророчестве святым Иоилем сказано, но и отныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне, всем сердцем своим в посте, плащ и рыданий, назначьте пост. Доброе дело молитва с постом, и милостынь и справедливостью. Неготовито. Лучше творить милостыню, нежели собирать золото. Невозможно, совершенно невозможно пребывать с Богом тем, которые прежде не позаботились исцелить себя постом. Как врач излечил больного, допрещает ему делать то, от чего произошла болезнь, так и Христос после крещения установил пост. Ошибается тот, кто считает, что пост лишь воздержание от пищи. Истинный пост весть удаления от зла, обуздания языка, отложения гнева, украшения похоти, прекращения клеветы, лжи и клятва преступления. Иоанн Златоуст. Ни по каким причинам не разрешается вкушать рыбу в Великий пост. Новая скрижа, страница 248. Пост 56. Причина действия поста на духов злобы заключается в его сильном действии на наш собственный дух. Укращенное постом тело доставляет человеческому духу свободу, силу, трезвенность, чистоту, тонкость. Игнатий Бринщининг. Игнатий Бринщининг. Видите как. Воздержание от пищи нужно для того, чтобы ослабить силу плоти и сделать покорным этого коня. Златоуст. Если брату своему, на которого за что-нибудь прогневан, не оставляешь долги его, то совершенно напрасно постишься и молишься. Бог не примет тебя. Ефрем Сирий. Пожалуйста. А то я можно просто за эпигром взять. Какая польза воздерживаться от пищи и оскверняться блудом? Ты не ешь мясо, но за клеветой отрезаешь плоть брата своего. Какая прибыль в том, чтобы не увеселяться вином и упиваться богатством? Какая польза не есть хлеб и опьянятся гневом? Какая прибыль изнурять себя постом и в то же время злостовить ближнего? Какая польза воздерживаться от пищи и похищать чужое? Какая необходимость иссушать тело и не питать ялчущих? Если ты постишься ради Бога, то избегай всякого дела, которое ненавидит Бог, и Он примет твое покаяние с благосклонностью. Какая нам будет польза от поста, если язык наш придается невоздержанию, питается пищей и свернее мяса псов, делается кровожадным, извергает грязь? Ты постишься? Вы милостив того, кого ты обидел. Никогда не завидуй брату, никому не питай ненависти. Ты постишься? Не предавайся тщеславию. Ян Златоуст. Ты постишься, напитай голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь заключенных в темнице, пожалей измученных, утешь скорбящих и плачущих. Будь милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив, сострадателен, незлопамятен, благоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог принял и пост твой, и в изобилии даровал плоды покаяния. Златоуст. Пост тогда сделается жертвой, приятной Богу, когда он будет украшен плодами любви. Иоанн Кассиан. Честь поста составляет не воздержание от пищи, но удаление от грехов. Кто ограничивает пост только воздержанием пищи, тот более всего бесчестит его. Пусть простятся не одни выста, но и зрение, слух, ноги и руки, и все члены нашего тела. Что за польза нам воздерживаться от пищи, если не изгоним из души порочных привычек? Если ты постишься для Бога, избегай всякого дела, которое ненавидит Бог, и Он примет твое покаяние, как милостивый и человеколюбивый. Какая польза посте, когда обвиняем других, когда осуждаем их, сами имея бревна в глазах своих, и все делаем для того, чтобы показать себя? Златоуст. Полезен пост телесный, ибо умерщвляет страсти. Но пост душевный непременно нужен, так что и телесный пост без него ничто. Многие простятся телом, но не простятся душой. Многие соблюдают пост в пище и в пятии, но не простятся от злых помыслов, дел и слов. Какая польза им от этого? Многие простятся через день и два, и более, но от гнева, злопамятства и мести проститься не хотят. Многие воздерживаются от вина, мяса, рыбы, но языком своим вызовляют людей, подобных себе. Какая им от этого польза? Ну, здесь скажут польза, здесь же день в пище, воздерживаются день, два, день, два, то есть полностью не едят. А дальше опять постная пища, и до этого была. Семь недель, ничего нету здесь скоромного. Тихон Задонский. Ничто входящее в человека извне не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Вот так. Это место, подобное ему, например, о том, что пища не поставляет нас перед Богом, вспоминают обычно нелюбители поста, полагая, что этим они достаточно оправдывают свое нежелание поститься, вопреки уставу и порядку церкви. Насколько удовлетворительно это извинение, всякому верному церкви понятно. При посте установлено воздержание от некоторых ясн, не потому что они скверны, а потому что этим воздержанием удобнее достигается утончение плоти, необходимое для внутреннего преуспияния. Такой смысл закона поста. Он столь существенен, что считающие какую-либо пищу скверны, присчитаются к еретикам. Не склонным к посту на этом, надо бы настаивать, а не на том, что пост не обязателен, хотя он действительно есть средства к одолению греховных желаний и стремлении плоти. Но это такой пункт, на котором ему стоять никак нельзя, если преуспияния внутреннее обязательное, то обязательные и средства к нему. Слава Иисусу Христу! Читающиеся необходимыми именно пост. Совести говорит это всякому, для успокоения ее твердят, я другим способом возмещу ощущение опущения поста. Или мне пост вреден, или я попощусь, когда захочу, а не установленные посты. Знаете, какие отговорки, это все такое, как будто сегодня было. В другое время... Вот у меня бабушка, не знаю, сколько она, мама там, никогда не нарушили пост. Никогда, даже помыслить нельзя. И мы дети, как только от груди ребенок отсажен был, все, а сейчас разрешают, вот разводиться можно только по одной причине, измена. Измена. 19 глава Матфея, сегодня 12 причин придумали, синоды там, все это разное, безумие, другим не назовешь. И вот посты, вот орожение, сотрудная работа, и что-то еще, студентам, жареная рыба, там, семинаристам, как шахтеры, будто какие-то. Ничего нет этого. Больным, тяжело больным, взяло престарелым, и взяло младым. Разрешается разрешение поста, то есть нарушение как бы поста. А что в это входит? Разрешить растительное масло, еле и вино. Вино там сколько-то для здоровья. Больше ничего не разрешается. Рыбу есть, ни один патриарх не может разрешить. Такие строгие правила. Но первое извинение неуместно, потому что еще никто не ухитрился без поста совладать со своей плотью и сохранить как следует внутреннее состояние. Вот и все. Последнее же также неуместно, потому что церковь одно тело, и желание обособиться вне других противно ее устроению. Удалить себя от общих восстановлений церкви можно только при выходе из нее, а член ее не может так говорить и того требовать. Вот запомнить это надо. Я не могу, желудок, гастрит, священник. У нас никто не подходит. Вообще этого нет. Все знают, священника нет такой власти. Но я сейчас приду, даже к президенту, ну и буду говорить, требовать то, чего нет. Или главе администрации города запишите меня в команду космонавтов. Какое отношение к ней имею? Священник не может дать разрешение. Вот молочка надо, бабушка болеет, там все это, выдумка все. У него нет прав и священника нарушать пост. Второе, это извинение, не имеет права. Тень права. Тень права. И точно пост не обязательно для тех, на которых постное действует разрушительно, потому что пост установлен не для того, чтобы убивать тело, а для умерщвления страстей. Вот и все. Но если перечислить таковых добросовестно, то их окажется так мало, что и в счет нечего ставить. Нечего ставить. Останется один резон, нежелание. Против этого спорить нечего. И в рай не возьмут против воли. Вот только, так когда осудят в ад, хочешь не хочешь, а вступай, схватят и бросят туда. Я вам затворник. Вот как просто. Вот и все, все оговорки кончились. Схватят и бросят в ад. Ну и уж, ну дальше. Пост есть лекарство, но лекарство хотя бы тысячу раз было полезно, часто бывает бесполезным для тех, кто не знает, как им пользоваться. Златоуст. Пост приносит пользу тем, кто разумно к нему приступает и вредит начинающему его неразумно. Поэтому заботящиеся о пользе поста должны беречься вреда, то есть тщеславие, чтобы вкушая ежедневно понемногу мы могли покорить плоть и укрепить сердце для молитвы. Таким образом, сохраненные силой Божией от возношения, мы постараемся всю жизнь пребывать в смиренном мудре и без которого никто не может благождать Богу. Преподобный Марк. Пост – это сильное орудие, когда он предоставлен самому себе, когда из орудия он притворяется как бы в цель жизни, в цель тщеславия, делается для подвижника орудием самоубийства. Сколь вредно невоздержание, столь вреден или еще более неумеренный пост. Слабость тела, происходящая от недоедания, не позволяет совершать молитвы в должном количестве и должной силой Игнатия Брянчанина. Богданович спросил преподобного Серафима Саровского, можно есть коронное по постам, если кому постная пища вредна, и врачи приказывают есть коронное. Старец отвечал, хлеб и вода никому не вредили. Как же люди сто лет жили? Не хлебом единым будет жить человека, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. А что Святая Церковь положила на семи вселенских соборах, то исполняй. Горе тому, кто слово одно прибавит к всему или убавит. Вот видите, Серафим, Серафим, еще Серафим, зал вот этот возьмите от него, вот это вот. Вот. Этого будет уже достаточно, чтобы видно было, я даже могу подчеркнуть. Пожалуйста. Иоанн Златоуст говорит, что Бог отделил для себя десятину из всего, чем владеем, и десятину нашей жизни требует. Время Великого Поста 365 дней в году, десятая часть, когда года, 36,5 дней. Вот я запятую Посту, вот сюда вот, и получится 36,5. Так как в субботу и воскресенье запрещается поститься, то есть разрешается вкушать растительное масло и вино, потом в неделе насчитывается 5 дней постных. В 7 неделях 35 дней. Поститься положено только в одну субботу в году, Великую, на Страстной неделе, перед Пасхой, а после 64-го года... Это Пасхи 36, и дальше с вечера до утра 36,5. Ну вообще невероятно. Десятина. Вот никто этого не заметил, Иоанн Златоу заметил. Великий Пост, это десятина Богу. Это Божья десятина. И так как пост начинается с вечера в расченном воскресенье, то до пасхального утра еще половина суток. Итого, Великой Посту 36,5 дней. С одни отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Саваоф Господь. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятины приношения, проклятия вы прокляты, потому что вы, весь народ обкрадываете меня. Малахия, порог 3,5. Маленькие не берут, десятину не устанавливают, они под проклятием держат народ. А проклятую торговлю затащили, подмена произошла, это что не видно-то? Десятина все восполняет. А кто будет платить, когда членства нет? Вот вчера, гляжу, заходят в брюках, там, смотрел вчера, ой-ой-ой. Парень зашел, она разожгла девку, а то он прямо внизу стоит здесь, прямо в храме ее, уже подходить, уже лапает ее со всех сторон. А не можешь ничего сделать. Ну вот как гуляют, как бывает там собаки там и прочее, они дерутся. И этот тоже, у него шалелые глаза, и вокруг людей, он никого не видит, он со всех сторон сапает, просто безобразие. Хотел сказать что-то, но он утерпел. Часто ленивые и неверующие прихожане выпрашивают у батюшки разрешение на нарушение поста, ссылаясь на гастриты, язвы, рецепты врача. И неверующие священники часто без страха Божия позволяют во время поста есть рыбу, молочная, совершенно не имея права на такое разрешение, ибо канонной церкви под страхом сурового наказания запретили нарушать пост. Если не постится епископ, священник, диакон клир, чтец, певец, кроме препятствия от немощи телесной, да будет извержен истемирянин, да будет отлучен. А после скоправа 69 Петра Алексея... А что, вот этим, который, если уже немощник какой, разрешает растительное масло и вино, больше ничего не разрешается? Больным, старым и очень и очень малым детям разрешается нарушение поста, то есть послабление его в виде разрешения вкушать только елей, растительное масло. Тимофей, 9-10. Пахомий Великий, 15 мая. Пост против воли не поможет, в болезни нет поста. Семен Столпник, 1 сентября. Не подобает постом убивать, это грех. Уведали мы также, что в армянской стране и в иных местах в субботы воскресные дни святой четыридесятницы едят некоторые сыр и яйца. Того ради за благо призвано и сие, чтобы церковь Божия по всей вселенной, следуя единому чину, совершала пост и воздерживалась, как от всего заколаемого, так же и от яиц и сыра, которые суть плод и произведение того, от чего воздерживаемся. Если же всего не будут соблюдать, то клирики да будут извержены, а миряне да будут отлучены. 6-й Вселенский собор, 56-е правило, Типикун, глава 32-е, Ладийский 50-е правило, Малый Требник, Намакано, правило 85-е. Видите сколько? В православной церкви установлено четыре поста продолжительных. Первый, Великий пост, семь недель до Пасхи. Необходимо знать, когда будет Пасха. По новому стилю Пасха будет... Ну и дальше по годам тогда. Видите, когда в 2002-м это я писал. Перед самым Великим постом сырная неделя, Масленица, сплошная, то есть в среду и в пятницу разрешено есть все, кроме мясного, как и во все дни этой недели. Перед Масленицей неделя блудного сына. На этой неделе субботу, водительская суббота, мясо пустное. Перед этой неделей сплошная неделя мытарь и фарисея. Разрешено вкушать мясо. Долго ожидали люди пришествия в мир Спасителя. Их вздохи и стенания нигде так сильно не высказаны, а падшее состояние духа человеческого не оплакано такими горькими слезами, как в триоде постной, проникновенно побуждающей к покаянию и сокрушенной молитве, чтобы с чистым сердцем встретить светлый праздник праздников Христового Воскресения. Великий пост установлен в честь сорокодневного поста Иисуса Христа, вскоре после своего крещения, удалившегося в пустыню и постившегося там Матфея 4 глава. Упоминание четыридесятности часто встречается в древних письменных памятниках правилов святых апостолов, составленные по источникам, относящимся к вторым и третьим векам. 69 правило. Игнатий Богоносец 1 век, Виктор, епископ Римский 2 век, Денис Репагид, Ориген 3 век, Иероним и Кирилл Александрийский, Василий Великий и Григорий Низкий 4 век, Ипполит Римский 3 век. Древние христиане соблюдали пост четыридесятницы с особой строгостью, воздерживаясь даже от кушения воды до 9 часа, по-нашему до 3 часа дня, хлеб и овощи. Интересно, во время Великого поста в баню не ходили? Все. Как интересно. То есть дома что-то, видимо, там обтирать все можно было, в баню не ходили. Но баня тогда была не такая, там развлекательная, там все было. Устав большой, глава 32, лист 74 говорит. Сейчас в разных календарях по-разному, что можно, что нельзя, в какие дни. Россия жила по большому уставу. Мне пришлось достать его, еще, кажется, до Никоновской реформы. И с него я выпишу в какие дни по новому стилю. Что можно вкушать? То есть это очень подробный материал. Устав большой, глава... А там на обороте, оба это обороты у листа. Не страницы были листы, листы на другой наоборот бывают. Если так, то на первой странице. Устав большой, глава 32, лист 74 говорит об особой строгости поста в первую неделю и в последнюю. Понедельник и вторник не есть и не пить. Среда, однажды сухоедение, без вареного. Четверг не есть и не пить. Пятница, единожды. Если же кто слаб или не может поститься двух дней, то во вторник и в четверг есть хлеб с водой. Нарушающий пост отключается от причастия на два года. Настольная книга священнослужителя, страница 535, том 1. Пожалуйста, это не мои материалы. Сегодня где это исполняется? Кто из священников знает это? Нарушающий пост отлучается, а не чаще исполняйте, причащайтесь. Отлучение от причастия, а не толкать к причастию это. Все перевернулось сегодня. Поэтому такие стоят пузыри. В Великом посту растительное масло и вино разрешатся только в субботу и воскресенье. Рыба же только в вербное воскресенье, за неделю до Пасхи и на Благовещение 7 апреля, если оно не на Страстной неделе. Если же Благовещение до Пятницы разрешено только растительное масло. Если же случится в Пятницу и в Субботу, тогда в пище нет послабления ради Христовых страданий. Строгость поста различна. Первое. Не есть и не пить. Второе. Разрешено однажды в день сухое денье. Третье. Разрешено елей и вино. Четвертое. Разрешение на рыбу и значит на все, что впереди сказано. Великую Пятницу с субботой перед Пасхой, если можешь, не вкуша весь день. Второе. Второй пост. Второй пост по продолжительности Рождественский или Филиппов. Начало 28 ноября. Здесь отдали все даты по новому стилю. И по 6 января. Включительно. Уже в 4-5 веках церковная практика знает все 4 поста. С 12 века постной пищей стала считаться рыба, хотя древние христиане постились намного строже. Всякая радость считалась нарушением поста. И даже церковное лапзание мира, по словам Тертулианов, в 3-3 век считалось постом несовместивым. Во все среды и пятницы в течение года пост строгий, как и Великий пост. Но в отдельные среды и пятницы разрешено есть рыбу или только елей, что ниже будет подробно указано. Интересно, католики, когда оказались там, где есть мутрия, это очень хорошее, это мандатора, она съедобное мясо, они ее присисли к рыбам. Ну и все тогда разрешено есть. Сплошные седмицы. Пасхальная, следующая за Пятидесятницей, то есть за Днем Троицыным, святки от Рождества Христова до крещения, кроме Богоявленского Сочельника, седмицы, мытарьи и фарисеи и сырная масленица сплошные. Она сплошная, то есть среда пятницы не исполняет, не постится. В Рождественский пост устав Большой, глава 32, от дня святого Филиппа 28 ноября до дня святого Николы Чудотворца 19 декабря. Понедельник, среду и пятницу сухое денье, во вторник и четверг, в субботу и воскресенье разрешается рыба. От дня же Николы до Рождества Христова в субботу и воскресенье рыба. Во вторник и четверг вареное с маслом и вино питье пием. На Маканон лист 83. Упоминание о Рождественском посте встречается в 4 веке. В Росе, Медиаланский, Августин, Папа Лев, Иоанн Златоуст. Продолжительность его определена на Константинопольском соборе 1166 года при Патриархе Христо Верге. Особая строгость 6 января Рождественский сочелик не вкушать и не пить до появления звезды и потом еда с елеем. Во все посты в воздержании и в супружеском общении. Также 18 января Крещенский сочелик. Третье. Петров пост начинается всегда через неделю после Троицы с понедельника до 12 июля. Этот пост установлен церковью для подражания примера святых апостолов, которые по принятии даров святого духа постом и молитвой приготовлялись ко всемирной проповеди Евангелия и таким же образом приготовлялись своих преемников на это служение Деяния Троицына. Говорят, то пост длинный Петров, то короткий. Тут все от Пасхи зависит. А Пасха зависит от Луны. Вот как дело-то. Евреи, они лунный календарь имели. Будьте внимательны, когда я говорю, будьте очень внимательны. Весеннее равноденствие, 21 марта. После этого, после равноденствия, когда Христос был распят, было полнолуние, его распяли. Еврейская Пасха всегда полнолуние. С 14-го месяца там Авива, Ниссана. И чтобы войти теперь в этот Григориан, Юлиановский календарь, ну, Григорианский теперь, нужно эти условия соблюдать. Смотреть, когда будет. А Луна-то, она движется, с этим не совпадает. После лунного полнолуние, чтобы полнолуние было. Это должно быть 14 дней, кажется, это первое полнолуние. За полнолунием, чтобы было не меньше трех дней до воскресенья. А если полнолуние попадет в субботу, в следующие еще недели, потом Пасха далеко уходит. А окончание Петрова всегда 12 июля. И поэтому короткие, чуть больше недели пост Петров бывает. А в следующий раз бывает так, если Пасха ранее, то и до 12 июля, а начинается пост когда? После троицы одна неделя пройдет и пост начинается. Дальше. Продолжительность его от 6 недель до 8 дней. В пост апостолов разрешена рыба во вторник, четверг, субботу, воскресенье. Дважды в день никогда и ни в одном условии не было разрешения на три еды. В день. Ну и не запрещено. То есть где это написано? Интересно, у мусульман вообще три, не знаю, только два. Это 2 миллиарда людей и никто не ищет третьего. А мы не можем без этого. Большой устав, глава 3.34, намаканон, правило 223, короткие данные. Здесь уже не выдумка. Короткие данные, 19-го намаканон, правило 214, если же кто по немощи телесным не может со всей похвальной строгостью соблюдать пост, то разрешается только вину. И то с сокрушением сердца, удаляя всяческие рыба и масло. Храняющийся от вина, как заповеди исполнитель, мзду обрящет. Елей может разрешить немощному вкушать только священники и ничего больше. Все остальные разрешение нарушать пост лишь на погибель и от гордыни ума. Гордыня прелесть, гордыня прелесть, они обвиняют. Это люди не постящиеся, такие у них слова вываливаются. Они посты не знают. Они знают, как батюшки. Я вижу, уполномоченный стоит здесь у нас, в Алтайском крае, Седишев Александр Петрович. Молится, главный душитель, гонители. Я говорю, вы верующий, что ли? Да. Я говорю, а посты-то соблюдайте? Мне нельзя, мне курочка. Великий пост стоит, курочка. Ему разрешил. А почему? Благочинный, отец Николай Войтович, его друг, он ему все разрешил. Успенский пост, госпожинки, с 14 по 28 августа. По строгости, как и Великий пост, рыба разрешена только 19 августа, преображение Господне. По уставу, на маканонной, лист 83, разрешено во вторник и четверг маслом. Успенский пост был уже в пятом веке. Если сам праздник Успения придется в среду или пятницу, разрешение бывает только на рыбу. И если понедельник и другие дни, то мирянам разрешается мясо, монахам рыба. Готовившись к окрещению, как и христиане, строго исполняли все посты. А срок приготовления к окрещению оглашенных был до трех лет. Предкрещение постились Ивалия на 13 июля. Это же есть святого Ивалия на. Надо посмотреть, откуда я это брал. Я просто, этого материала больше нигде нет. Подвиг святых поражает воображение и является примером удивления, а не подражание постил его. По 40 дней постились на воззаветное время Мамонт 2 сентября, Марина и Кира 28 февраля, Ипатия 31 марта, 50 дней не пил и не ел. Поиси Великий 19 июля 70 дней. Как у Христа есть подвижники и мученики, так и есть и у Сатаны. И у Истина 2 октября Волк постился 40 дней, учась в волшебству. На большее же число дней никто не посягал. Антихрист же на русской земле и волнов попаршек в изумии своем, провозгласивший себя Богом Земли, среди прочих в кавычках чудес своих, как нахождение под водой длительное время, как Волк, Кенопс в житии Иоанна Богослова, что якобы постился 108 дней. Знаменательно, что дьявол в этой цифре обнаружил себя полностью. Псалом 108 это псалом проклятия на нечестивца. 108 бусинок на буддийских четких листовках. Листовках Листовки это революционеры распространяли, а Листовка это старообрядческая листовка. Сектанты и еретики крепко подвязаются в нарушении постов церкви, говоря, что нельзя постами разрушать плоть свою, которая есть храм Божий. 1 Коринфянам 3.17 Но любой врач скажет, что люди страдают не от постов и воздержания, а от объедения. Пост это духовная отстрада, весна души. Страда. Страда. Это уборка хлеба, страда, отрада. Откуда ты берешь это? Не знал это слово раньше. Ну ладно, хорошо. Было чудо с Исаакием Печерским 14 февраля после его поражения от сатаны, когда он ни хлеба, ни овощей не ел два года, но затем одержал победу над дьяволом постом и молитвой. Исааки Печерский, кто не знает, вот тоже мастила, отдельно к нему подходили и каждое утро благословлялись в затворе, а выйти он не может, как там его носили от него. И вот к нему явился в кавычках Христос, он поклонился, это дьявол, обманул его, а он захохотали, он смотрит там копыта, куриные ножки, ну и давай ему играть как бадминтон, кидать его из рук в руки, утром пришли, отче, благослови, никого нигде нету. И когда его там разломали, двери вытащили, он полумертвый, все забыл, забыл как ложку держать, вот придет, сидит, ложку в руку вложит, дальше еще дело то не знает, куда ложку тащить, в ухо, в рот. И тогда настоятель сказал, не трожьте, он сидит неделю, вторую, третью, ничего не ест, глазами хлопает и ничего нету. И вот после этого, я когда читал, это было житие, начитывал житие, меня просто тоже сатана искусил, наверное. Мне смешно сделалось. И дальше, почему? Там написано, и теперь отдельно подвязать сей саки не хотел. То есть боялся все же. Но потом окреп, научился есть и опять решил так же. А сатана залезет на трубу, закроет, и весь дым идет к нему сюда. Ну как его там туда? Вот здесь у нас председатель резидентной комиссии был сытый. И закрыли ему там, газом же питается, и кто в семье были, все вымерли, как освенство, душегубка. И он тогда заскочит голыми ногами Исааки на плиту-то. Огонь-то вырывается из плиты, он ногами голыми-то. А вот теперь это уже как Павел Препростой. Эту боль Бог направляет на сатану. Сатана заряжал там с трубы, свалился. Дальше. Однодневные посты, кроме среды и пятницы, так же и в сочельнике. 6 января и 18 января. На усикновение главы Яна Плетечи 11 сентября. На воздвижение Креста Господня 27 сентября в сочельнике разрешается вкусить с маслом после появления звезды. В период от Пасхи до Троицы во все седмицы в среду и пятницу разрешается рыба. По другим правилам и после крещения Господня до недели блудного сына разрешается рыба в среду и в пятницу. В течение же всего года рыба в среду и в пятницу не разрешена ни по одному ставу. Теперь почти все считают, что растительное масло елей можно есть в любой день. что это и так разрешено. Такое представление от незнания устава. Ниже дается устав на полный год с разрешением на масло и вино на отдельные среды и пятницы в связи с памятью отдельных святых в этот день. Вот это вот данные которые я даю это я работал с большим уставом повторяю еще данные иконовская и так всегда пастились люди которые истинно хотели спасти душу. Поэтому вот это вот тормозите себе спешите. Это если попадает вот это число на среду и пятницу то что разрешается? Обычно она постная но на эти числа когда попадает среда или пятница будет то разрешается масло или даже рыба. Вот теперь внимание в январе Даты по новому стилю 2 января масло в указанное число разрешено а в неуказанное не разрешено. В указанное которое здесь вот это число это значит что разрешено? Масло растительное. 6 января и 20 рыба 24 31 масло. Все. А если там среда и пятница попадет на 25 26 27 31 не разрешается ни рыба ни масло. Февраль 2 7 9 13 масло 15 средняя среда пятница рыба в остальные дни мясо если масляница то по уставу с сырной недели 16 если на неделе мытарь и фарисея рыба 17 22 24 25 март вот эти числа на март апрель 12 масло 14 30 масло если после пасхи то с рыбой вот это вот если среда и пятница попадает на эти числа то возьмите себе выпишите больше нигде этого материала нету ни в интернете нигде это лично моя наработка май 6 8 вот это все дальше просчитает какие рыба рыба если храмовый то если храмовый в числа вот эти попадают то только уже разрешается рыба пожалуйста июль июль июля июля рыба если разрешена рыба значит разрешено и масло 13 масло вне указанные здесь числа попадающие на среду и пятницу не разрешается даже масло 18 21 23 23 масло август 2 6 10 16 масло 19 рыба 28 мясо если же в среду и в пятницу то рыба и вино 29 масло сентябрь 3 5 8 11 12 14 20 масло 21 рождество богородицы если среду или в пятницу рыба 25 27 масло октябрь 8 масло 14 покров богородицы рыба 17 18 масло ноябрь 4 масло которое разрешается среда пятница выйти попадает то в среду и пятницу можно с маслом декабрь 4 рыба 5 6 8 10 13 17 19 20 22 26 с маслом едим хваля Бога Церковь помогает христианину в подвиге поста создавая условия располагающие его к посту и покаянию Великопостное время в храме все иное необычное и состав церковных служб и молитвы и песнопения и напевы и поклоны и вся обстановка храма праздничная пышность и торжественность уступает место сосредоточенному сокрушению грехах очищению совести священнослужители облачаются в темные время поста часто повторяется молитва святого Ефрема Сирина Господи Владыка живота моего с поклонами земными Господи Владыка живота мой дух праздности уныния любоначалья празднословия там было сребролюбие убрали сребролюбие вот какое искажение молитвы почему утонули в этом поэтому ее нет молитвы дальше с поклонами земными голова руки колени касаются земли в Великом посту такие поклоны начинаются вечером воскресенье по церковному уже начинается в следующий день и до утра в пятницу полная литургия до вечера поклонов нету земных только поясные полная литургия как самая торжественная из всех церковных служб совершается только по субботам и воскресеньям по средам же и пятницам в течение всего поста совершается литургия прежде священных даров имеющей покаянный характер первая неделя Великого Поста отличается особой строгостью богослужений понедельник вторник среду и четверг первой неделе поста на Великой Повечерии считается канон Андрея Критского способный и самую ожесточенную душу смягчить и расположить покаянным чувствам вот у нас он считается на три ступени этот канон покаяние благодарение словословия это очень здорово вот тут мы будем может быть записывать на пятой неделе Великого Поста вечером в среду считается раз в году полностью канон Андрея Критского с земными поклонами принято что на следующий день тем кто молился с земными поклонами весь канон разрешается вкушать растительное масло ради их труда удивительное дело а кто не был даже в одной семье они не могут отец осмотрят вот надо было еще раз сходить в субботу вспоминается чудо святого великомученика Феодора Тирона спасшего своим явлением Тирона явлением христиан от осквернения и доложертвенной потребить вареную пищу пшеницу с медом в первый воскресный день великого поста отмечается торжество православия праздники моления в обращении заблудших издревле принято совершать великопостный подвиг с исповедью перед духовником и причащением святых христовых тайн человек должен подготовиться к исповеди и исповедоваться неспешно с глубоким чувством покаяния и намерением изменить свой образ жизни причастие вливает в христианина большую духовную силу поэтому желательно и исповедь и причастие повторить несколько раз в течение великого поста и в каждый пост и в дни ангела Аполос Великий говорит Иуде подобен непостящейся в среду и пятницу видите как его смотрят несколько молитв на русском языке к великому посту первое покаяние отверзи податели жизни откроем мне двери к покаянию ибо дух мой с раннего утра стремится к твоему святому храму имея свой телесный храм весь оскверненный но ты как милосердный очисти твою благоутробную милость по русски все второе на спасение стези Богородица настави меня на путь спасения ибо постыдными делами я свернил мою душу и в ленности провел всю мою жизнь но твоими молитвами избавь меня от всякой скверны размышляя множестве содеянных грехов я окаянный страшусь судного дня но надеюсь на твое милосердие как Давид вызываю в тебе помилуй меня это не то нажал ладно давай Боже по великой твоей милости третье Господи владыка живота Господи владыка моей жизни не дай мне духа праздности уныния начальствования и празднословия души целомудрее смиренно мудрее терпения и любви дай мне рабу твоему так Господи Царь мой дай мне узреть мои прегрешения не осуждать брата моего ибо ты благословен во веки веков аминь третье праведники делали по несколько тысяч земных поклонов в день по силе определи себя и хотя бы сто поклонов сотвори на благо плоти души святые отцы заповедавшие поклоны думали о душе но современные исследователи подсчитали что поклонник гармонично участвует все до единого сочленения тела святые многими скорбями и потом утруждали плоть свою чтобы дать свободу духу в служении Богу любви вот мы ревем как медведи и стонем как голуби ожидаем суда и нет его спасения но оно далеко от нас Исаи 59.11 и вся глава в себе помогает осознать величие сокрушенного духа когда его услышит Бог и простит и приблизит к себе после милостыня вот крылья молитвы ну о посте в полноте все сказано с Богом в добрый путь больше поклонов трудиться славить Бога благодарю